Привет! Всем здорова! С вами Юрий Спасаруковский и... Доморощенный качек Алексей Ширайдов. Какие у нас новости? Это первая тренировка в Москве. Я очень рад, что Алексей приехал, с удовольствием его встретил. Он приехал в клуб МДПРО, где я работаю и тренируюсь. И сейчас мы будем проводить зарубу в упражнении Лёхи, которое он называл подъем локтей. Подъем локтей. Юра сам только что вызвался. Зря он это сделал. Он наивно думает, что он выиграет в своем упражнении. Но я-то знаю, что я буду первый. Юра меня уже подкупил. Что еще из новостей? Я сейчас набираю массу, поэтому Лёха сказал, что я стал мешком с жиром. Это так и есть, в общем-то. Но я вот рассматриваю вариант наступления на соревнованиях через месяц на Кубке России УФФ, на чемпионате России УФФ. Поэтому, возможно, я еще подсушусь и опять буду красивый, как Лёха. Пока что называйте меня жирным поросенком. Еще какие новости? Денис Борисов выпустил последнее видео. Я не смотрел. Ну, понятно, что я не смотрел. Денчик отвечает, где ему спросили, почему не отвечает на мой вызов в жиме Лёжа. А-а-а, нет, нет, я где-то это видел. Он выложил, значит, смотри, у меня под моим роликом написал человек. Вопрос задали, что вот он такое про вас говорит, что он не смотрит ваше видео. Поставили очень много лайков на этом комменте, поэтому я вынужден ответить. Я могу сказать, что я уже устал это комментировать. Дело в том, что Денчик постоянно противоречий стал в каждом своем видео, сам себе. В одном видео он говорит, что надо поднимать, вот так делать разводку. В другом он говорит, вот так. В одном видео он говорит, что они смотрят видео Юлы Спасово-Класского. В другом, который вы сами смотрели, он говорит, что они с женой смотрят. Это тоже все видели. Поэтому... Я бы уже не стал на том месяце Денчиков вспоминать, но раз ты уже об этом заговорил, я вот на что обратил внимание. Он выпустит то ролик, что абсолютно весь спортив не нужен. и так ролики изготовляют. А потом выпускают ролик, там, три мощные добавки спортивного питания, которые недоценили. И у меня когнитивный диссонанс в этот момент. Я не понимаю, он либо первого мнения своего придерживаться, либо второго. Я предлагаю выпустить ролик, 100 лучших противоречий Дениса Борисова. Если вы захотите, поставите лайки, я сделаю. Это чисто хайп, привлечь к себе внимание, собрать там просмотры, там лайки и так далее. То есть, в моей конфигурации развития это не главное направление. Процент негодования и возмущения очень велик, когда я делаю подобные темы. Однако, хайп Денчику удается собирать хороший. А это что? А это значит, что я буду этим пользоваться. Ну а сейчас смотрите за руку с Лехой. Возможно, он победит. Возможно, я. Посмотрим. Поехали. Ребята, это фирменное упражнение Алексея Шредера. Подъемы локтей для средней дельты. Сейчас он пока что разминается весом 65 килограмм. Это разминка. Давайте посмотрим, как он это делает. Очень важно телом не двигать нисколько. Очень важно на носочки не становиться. Помогает. Ну и вообще, вот это любое движение, даже маленькое делать нельзя. Только сокращение. Я считаю, лучшее упражнение на среднюю дельту. Это Леха так думает. Я думаю, что лучше делать с щитингом. Давай. Но упражнение в любом случае хорошее. Что с щитингом, что без щитингом. Так, хорошо. Прекрасно. Теперь power of the fat. Мость жира против сечки. То есть мне надо дотянуть до... Тебе надо дотянуть, чтобы локти вот так были. Чуть-чуть выше дотянуть. Гриф тянешь. Не локти. Ну что? Ну все, уже проиграл. Почему? Во-первых, я сделал 8, а ты 5. А мы же разминаемся. Во-вторых, я сделал легко. В-третьих, все-таки тебе вес большой, ты немножко чистишь. А я сделал вот так. Смотри. Видно, как я сделал? Ничего страшного. А то упражнение для меня новое. Ладно, сейчас подвесим 80. Сейчас подвесим 80. Ты точно на 80-ом проиграешь. И вот на 80-ом проиграешь. Не, не то, чтобы я выпендриваюсь. Просто Юра сам сказал. Сейчас я со шредером зарублюсь. Да, да, да. Ну рассказал. Как говорится, получается. Я и зарубаюсь. Итак, перед нами 80 килограмм. Сейчас вы увидите сражение века. Безумного рельефа. Алексея Шредера. Даже свет в этот мистический момент. Свет в зале гаснет. И поэтому попытка Шредера не будет засчитана. И Юра Спасококотский победит. А, я сейчас начну делать, и свет погаснет, да? Да, да, да. И такой звук. Ну все, Леха, ты проиграл. Потом свет включается. Говорю, Юра, я уже сделал 10 раз. Так, так, хорошо. Смотрим. Но все равно небольшая амплитуда-то есть. Хоть он и чисто делает. Все равно небольшое движение корпуса вперед-назад есть. Попрошу это записать, господа судьи. Ну, а для такого веса техника все равно очень хорошая. Ну, в принципе, вы знаете, я подумал. Я в худшем случае, я соглашусь на серебро. В худшем случае. Но я попрошу мне записать, как сильнейшего спортсмена, вице-чемпиона мира по тяге следует. Но я рассчитываю на победу пока что еще. Прямо... Ух, ух! очень тяжело но дейты у меня стали просто огромными ты себе же сделал хуже у меня тревожатся такие плечи короче тебе нельзя показывать секреты да и в роликах я тебе буду казаться более широким ну как ты считаешь? не дотягивался с первого раза и делать без движения от ног и дотягивать то есть в идеале если бы ты делал на плечи я был твой тренер то конечно я бы поставил меньше и вот в таком исполнении а я бы поставил больше и делал бы до солнечного сплетения ну и хват конечно шире надо брать но если у тебя плечи да да при более широким хватает я чувствую боль в плечах а ты знаешь я наоборот когда узкие беру у меня прям как бы протираются хрящи ощущения поэтому нужен какой-то оптимальный индивидуальный подход должен я могу сказать что по моим убеждениям когда ты тянешь до вот такой где-то высоты работает средняя дельта когда ты тянешь уже сюда начинает включаться трапеция да поэтому тут как бы есть нюансы у каждого спортсмена кому как больше ну я же не говорится вот смотри видишь вот такой подъем давай сделаем еще 90 килограмм до солнечного сплетения ты почувствуешь особо огромную особо огромную нагрузку до солнечного плечи уговорил уговорил шредера сделать потому что это будет шикарно посмотрите на эту гору мышц на это мясо чистейший рысь чистейшая мышечность ну что подтягивали сейчас в эпической битве по методике европейского гигантский шредер будет показывать ужасные результаты со станкой 90 килограмм где-то здесь гигантского шредер он всегда был юркий ловкий и сухой залог техничный черепашки были маленькими в черепашки ниндзя шредер был большой века черепашки как раз на мутагене и надуты поэтому ее победили за счет сироидов нет за счет количества за счет количества ну что по методике юрия спасу кускова возьму хват по уже в своем любимом упражнении немножко читерить потому что 90 килограмм многовато он просто боится этого веса понимаете он просто дрогнул давай леха 1 2 2 хорошо 3 4 5 6 7 90 килограмм восемь повторений ужасный что вы думаете думаете шредер запухался нет ни в одном глазу это все не считается это все сырники уже можно не буду делать так тяжело можешь не делать но тут видно не дотягиваешь давай давай попробуй если чуть больше зачитить я на носочки не поднимаюсь в отличие от некоторых ну что вы видели я сражался против человека обладающего против человека огромной силы против шредера поэтому прошло называть меня ниндзя черепашкой теперь буду такое ходить не но в одиночку это нереально черепашка черепашка не может в одиночку шредера то есть мне надо позвать еще рафаэля и микеланджела как минимум хорошо и еще сплинтер желать вторая заруба это у кого дельты больше давайте давай у кого что лучше работает частичное повторение спасу кукотского или супер полная амплитуда шредера я думаю что что еще сегодня мы покажем подтягивания с весом 70 килограмм это даже не буду пытаться вы знаете уже в течение 10 лет я усиленно бомблю средние дельты и мне удалось только приблизиться к результату этого железного человека по подтягиваниям тут даже рядом никто не стоял поэтому просто покажем вам 70 килограмм с больным пальцем до больной пальчик синий колол дрова и очень сильная была колода она может быть даже некоторые степени было сильнее меня и отдача нужно горила в поле нужно стать колодой чтобы победить шредера в зарубе так но в обезьяне в ходе вроде бы она не хочу 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 с весом 72 73 килограмма сейчас будет вытягиваться алексей помогу ему повязаться сколько сделаешь всегда возможной формы приятно когда человек ну давай пошел и зачет давай два три четыре но я скажу что именно 6 самый полезный когда турник изогнут она тяжелее чем когда прямой 100 процентов я сам это подтверждаю как минимум на один раз делаешь меньше секрет записи видео юры спасу кукурского привет дорогие друзья ну что ребята мы бы снимали видео посмотрите насколько я больше чем лёха вот он там маленький в конце стоит секрет раскрыт что хочу сказать это была заруба в тяги подбородку сегодня алексей проложил дорогу в мтпро и от своего дома поэтому возможно что еще мы зарубимся в каком-то движении и снова он сможет показать преимущество сырников над обычными людьми над яйцами и курицы над яйцами и курицы ну что еще сказать добавить друзья смотрите нас подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик что будет настроить уведомление к себе на почту а то видео выйдет и вот так и не узнаете с вами был юрий спасу кукурский и как обычно доморощенный качок алексей шредер сырникович а я хотел еще спросить там есть ученик который очень расправился в интернете на том что он твой ученик днб что ты можешь о нем сказать хороший парень или не ну парень он нормально он просто очень слишком заботчим моей жизнью и порой у него до паранойи доходит вот этот страх юрий спасу кукурский меня подставляет там ну кто-то подставляет он железный мир на подставили я не подставляю лёху нет я я бы не обращался все раскрыто если бы лёха увидел что я где-то кривлю душой мы просто не стал общаться со мной нормально пацан днб привет сегодня немножко умереть вот эту настойчивость свое относительно каких-то преследований шрэда паранойя преследует до паранойя если честно я обращаюсь я настолько стал в себе уверен не сам уверен уверен что мне все равно пусть там будут хоть по 10 подстав в день это ничего не поменяет это может даже меня повеселить ну мне стало весело сорвались лучше согласен с лёхой ребята не не будьте уверены в себе никто не сможет вас подставить пока